День для России особенный, день траура. И у Елены, как у психолога, узнать, как можно помочь и как вообще правильно выражать сопереживание. Есть ли какие-то нормы, которые будут корректны и при этом искренне. Вот об этом сейчас немножко поговорим. Елена, всё-таки нашим соседям, конечно, сейчас очень тяжело, и восполнить потерю невозможно. Как помочь? Можно ли помочь вообще человеку в такой ситуации? Как правильно это сделать? Несколько советов. Да, действительно, это тема вот этого времени. Вчера сутки я сама переживала очень долго и мучительно всё, что происходит. И даже если смотреть по тому, что происходит в интернете, и люди, видно, изливают у себя и в горе сна грустно, хотя, может быть, тема, в принципе, не касаемо их близких или знакомых и так далее, но, видя все, мы живём в России, для нас это большая потеря и боль. Как реагировать в этой ситуации? Как помочь? Ну вот, по сути, если рассматривать эту ситуацию, если особенно у кого-то из близких это случилось, либо у друзей, то первое, что необходимо понять, что у человека на сегодняшний день очень большое горе. И есть определённые стадии горевания. И надо понимать, что стадии горевания ещё будут целый год. И мы все будем, у нас всех это задела тема, ещё мы все будем горевать. Ну, как минимум, психологи в норме отмечают, что около года. Поэтому не нужно там надеяться или спасать человека и думать, что вот он сегодня, ну вот я его поддержу, поддержу. Какой-то боли-боличь, да? И вот в моих силах исправить его настроение, самочувствие не в наших силах. Это закон психики такой, закон устройства нашей психики, когда на неё нанесли огромный удар. Её задача, чтобы выдержать, это выплеснуть эмоции. Первое состояние человека может быть шок. Он может лежать пластом и смотреть в потолок, да? Либо отрицать, ну, говорить, что, блин, ну, это невозможно. То есть он сначала не верит в то, что происходит. И здесь просто основная задача человека — быть рядом и поддерживать. Поддерживать словами или всё-таки действиями, там, я не знаю, окружать, может быть, заботой и как-то, ну, помогать для того, чтобы... Ну, или какие-то отвлечённые моменты находить. Да, его, может быть, наоборот, отвлекать. В состоянии вот острого горя не нужно никого отвлекать от него. То есть это нужно... Задача психики — пережить. Вот просто пережить. Ваша задача — смотреть, чтобы психика не слетела с катушек, ну, по-честному, если, да, чтобы человек держался и был в духе определённом, ну, элементарно там кормить, поить. Но первое время лучше даже ни о чём не разговаривать, вот на самом деле. А если плачет, ну, проговаривает, огладит, да. То есть самое главное в горе — это телесный контакт, чтобы человек, он... Ну, представляете, от вас кусок оторвали фактически, да, изнутри, из вашей души. И ваша задача, ну, вот как-то собрать человека в кучу и как можно больше телесного контакта. То есть просто быть в объятиях и там рыдать вместе с ним и так далее. И проговаривать, может быть, его чувства. Там, я чувствую, что тебе больно, да. Я чувствую, что вот, ну, сейчас тебе очень плохо. И это будет для него, ну, наилучшим, так скажем, спасением в этот момент, что вы рядом, вы в контакте. Потому что чаще всего человек теряется и начинает отвлекать. Пойдём погуляем, да. Пойдём в кино. Ну, какое может быть кино, когда я потерял там или... Или я просто вот переживаю утрату на этот момент. То есть мы таким вызываем образом отторжения, да, если пытаемся как-то сменить акцент. Да, да, то есть психика и так очень напряжена. И то есть сейчас будет всё очень сильно раздражать и угнетать. Поэтому задача вот быть, в первую очередь, в телесном контакте, проговаривать чувство. А порой нужно, особенно мужчин, вообще не трогать. Потому что женщины и мужчины, они стресс переживают по-разному. Вот это тоже очень важно понимать. То есть женщины, они могут выплеснуть эмоции, а мужчины, наоборот, закрываются в свою коробочку определённую, и им нужно побыть вот самим собой. Вот вообще его не трогать. И это тоже, кстати, важно. Что касается публичного сопереживания, есть ли какие-то, не знаю, нормы, и что будет корректно? Потому что некоторые зачастую, ну, там, осуждают людей, которые в день траура, да, появляется, ну, улыбка. Возможно, у них есть, на самом деле, веский повод для неё, да, как бы, и это не значит, что они что-то не разделяют. Вот на стресс психика реагирует по-разному. Людям страшно, и когда человеку страшно, он может либо сильно сжиматься и пугаться, и выражать, да, эмоции, ну, более адекватно, скажем так. А у кого-то это истеричный смех, да, и вот так человек по-своему переживает. Вообще хочу отдельно сказать всё, что происходит в интернете, меня лично само угнетает по той причине, что люди начинают выливать на политику очень много зла, да, очень много зла на то, что вот произошло. Ну, а по сути, от того, что я сейчас это буду произносить, что изменится, как я помогу тем людям? И вот, ну, тоже я публиковала со своей стороны, что я могу помочь? Я могу помочь финансово, либо сама лично приехать, консультировать этих людей вот на сегодня? Психологи, я думаю, психологи в этих ситуациях просто, ну, не думают, все мы понимаем и знаем подобные вещи, да, люди незаменимые, просто это скорая помощь. Либо там по скайпу, да, как-то помогать, либо, ну, на сегодняшний день, я считаю, основная задача людей, вот кто напуган, за кому страшно. Да, на сегодняшний день научите своих детей и себя, как быть в такой ситуации. Вот это вот самое важное. Если я чувствую, что мне страшно, я напугана, ну, вроде бы близких это не коснулось, но я не понимаю, я вот напуган, то основное, про что я напуган? Про свое будущее. Если про свое будущее, нужно его прояснить. Вот у нас в Красноярске, я слышу, что в ТЦ, да, просят провести эвакуацию тренировочную. Тренировочную учебную. Вот, сходите на нее, попробуйте, как это. Вплоть до того, что возьмите своих детей, да, чтобы научить ребенка, как реагировать, как быть в этой ситуации. Это важно. То есть, скажем так, ее, ну, почувствовать, да? Какие-то, чтобы потом... Чтобы научить, самое главное, ребенка адекватно реагировать в стрессе. У нас есть в Красноярске определенные обучающие семинары, и люди, которые детей обучают, как тушить огонь, как там вязать узлы, надевать противогаз и прочими моментами пользоваться, потому что это важно. Да, даже в школах на уроках тоже необходимые моменты. Вот, и отнестись к этому серьезно на сегодняшний день. Спасибо большое. Мы говорили с нашим гостем, психологом Еленой Торчевской, о том, как помочь и пережить, если люди вдруг потеряли близких и родных, и случилась такая трагедия, как в Кемерово.